Следующая степень – это Ахва. Дружба. Давайте вспомним все эти степени, которые мы уже прошли. Мы говорили с вами про Симха, про Сасон, про Гилам, про Шалом и Тарава. Давайте только стоим на русский язык. Да, у нас была радость, такой восторг, если можно так сказать, благодарность, Гилам. У нас тоже был мир, Шалом. Помните, сконцентрированность на чём, то, что дает человеку покой. И последнее, что мы дали с вами вчера – это плане воли. Сегодня у нас есть такое чувство братства, чувство дружбы, чувство соединения. Давайте я попробую объяснить, что это чувство, для того, чтобы мы могли вспомнить его, потому что каждый из нас, безусловно, испытывал. Если когда-то мы были на стене у Симы Плача перед Шаббатом, когда евреи становятся в круг, в большие круги, и они танцуют вместе, встречая Шаббат, мы не знаем этих людей, мы не знаем, что это за женщина в чём, в чём, в каком-то левенском платке, или в какой-то майорганской шапочке, но мы чувствуем это дружно, мы чувствуем, что мы вместе. То же самое происходит на весь их свадьбах, когда мы танцуем, радуемся, радуемся с женихами и невестой. Мы не всегда знаем этих женихов и невест, мы не всегда знаем этих гостей, но мы танцуем вместе, и нам хорошо от того, что мы рядом с теми, кто изделяет нашу радость. Это чувство братства, которое всегда продиктовано конкретно тем, что я знаю человека или друг человека, это человек важен в моей жизни, а просто тем, что мы очень сильно связаны как-то вне этого мира, да, мы даже не можем иногда это снять как. Я помню очень хорошо это ощущение, когда я зажигала Шаббатные свечи, я взгляну в глаза, я подумала о том, что я сейчас зажигаю эти свечи, я зажигаю это количество членов моей семьи, но сколько лет еврейские женщины зажигали эти свечи, моя бабушка зажигала свечи, моя бабушка зажигала эти свечи, все поколения весили женщин до меня, они зажигали Шаббатные свечи, и какая-то связь, какое-то наследие, которое передается мне. Не всегда мы думаем об этом, но эта связь, она существует, и в какие-то отдельные моменты мы это ощущаем. А то, что мы сделаем сейчас, это мы сделаем медитацию. Сегодня не будет заданий, будет только медитация, но медитация будет очень сильно работать с этим ощущением связи, внутренней связи с другими людьми, с близкими людьми, со Всевышним. Очень интересно, что все это должно идти, начиная со связи с собой. Когда человек чувствует связь с собой, со своей душой, тогда он уже чувствует связь с близким человеком, со своей семьей, потом с более дальним человеком, с другом, со знакомым, и потом просто с евреем, или сообщественным человеком на заде. То есть все начинается с собой. Чем меньше у меня есть связи с собой, со своей душой, тем меньше я могу потом чувствовать настоящую связь с другим, и если я даже ее чувствую, то я буду постоянно переживать за нее, я буду разрушать эту связь, потому что если связь со мной, она не гармоничная, не четкая, да, я ее постоянно теряю, тогда я буду терять тоже связь с окружающими людьми, со всей душой. Поэтому в этом смысле медитация нам очень поможет, медитация как связь с собой в первую очередь, и оттуда мы придем к связи с другими и со всей душой. Если вы готовы, после такого небольшого выступления, давайте расслабимся, закрываем глаза, сделаем вдох глубокий, и почувствуем просто, что сейчас мы как будто бы куда-то пришли, как будто мы долго-долго бежали, куда-то стремились, и теперь мы все, мы достигли своей цели, мы еще раз фокусируемся на собственном дыхании, мы как будто бы расслабляемся, понимаем все, что произошло сегодня и в последние дни со мной, и постепенно пытаемся расслабить каждую клетку своего тела, начинаем с нашей головы, плечевого пояса, шеи, груди, спины, живота, и я, приятного, мы на том, И тогда почувствуйте, как будто тот стул, на который мы сидим, И пусть это поможет вам почувствовать себя, почувствовать ощущение своего тела и ощутить, что Вседышний находится прямо рядом с нами сейчас, в этой комнате он помогает нам, он наблюдает за нами, охраняет нас, отгоняет от нас все ненужное, притягивает в нашу жизнь то, что нам действительно необходимо и важно. А теперь представьте себя посередине круга. И вокруг вас стоит ваша семья, самая близкая семья. Мама, папа, у кого есть муж, жена, дети. Самые-самые близкие люди. Представьте себя посередине, а их вокруг себя. Какими бы ни были ваши отношения сложные на каких-то этапах, это очень близкие отношения отношений, и это отношения, в которых есть очень много людей. И, на самом деле, любовь может даже использовать в себе отношения, но сфокусируйтесь сейчас на всем хорошем, что есть в этих отношениях, и почувствуйте, как будто бы вас защищают эти связи, защищают эти люди. Им вы очень дороги. Они стоят вокруг вас, и вам спокойно, легко, и вы чувствуете связь. Если кто-то из этих людей уже не остается в этом мире, это не важно, все равно представьте их, потому что есть вечная связь, даже с людьми, которые прикинули этот мир. После этого представьте себе, пожалуйста, второй круг. Это круг наших дедушек, бабушек, дяди, тетей. То есть это тоже наша семья, но не самая ближайшая семья. Двоюродные дяди, двоюродные тети, племянники, все ваши родственники. Те, с которыми больше общаетесь, с тем, с которыми меньше общаетесь, но те, что вы знаете, что если вы им позвоните в тяжелом варианте, они всегда вас поддерживают. Это второй круг. И снова почувствуйте эту связь. Как будто бы от них к вам идет какой-то свет, и вы чувствуете эти маленькие ниточки, которые поддерживают вас, поддерживают ваши силы, вашу энергию. Теперь третий круг. Это ваши друзья, коллеги, знакомые, преподаватели, ученики. Просто разные люди в вашей жизни, которых вы считаете близкими людьми, которые много дали вам, которые даете вы, с кем вы много встречаете в жизни. Тоже почувствуйте связь. Почувствуйте, как много они дают вам в вашей жизни, как много вы даете им в вашей жизни. Что без них ваша жизнь была бы совсем другой. Еще один круг. Это круг ваших предков. Тех, кого вы никогда не видели. Или вы знаете только по фотографиям. Бабушки, прапабушки, прадедушки, прападедушки. Поколение евреев, которые думали о вас, может, в каких-то очень далеких мечтаниях, но сейчас они тоже молятся за вас, молятся за вас на небесах. Какие-то их черты, возможно, вы приняли. Кто-то, может, вам говорил, что вы похожи на кого-то из них. Есть очень глубокая связь, с которой мы чаще всего не знаем, не освоен, но она существует. А дальше представьте себе еще много-много-много кругов. Это весь и весь и народ. С каждым из них вы как-то связаны. Это ваш брат или ваша сестра. Когда кому-то плохо, всем плохо. Когда кому-то хорошо, всем хорошо. Представьте себе эти тысячи кругов, которые все равно связаны с вами. И вы чувствуете их боль, и вы чувствуете их радость. И они чувствуют, как вам сейчас. Их судьба меняется на весь лист от ваших поступков, и ваша судьба меняется на весь лист от их поступков. Дальше мы можем расширять сколько угодно эти круги для всего человечества. А теперь почувствуйте, как все эти круги заставляются во Всевышнем. Потому что все мы в конечном счете находимся внутри Высшего Божества, внутри Творца. А теперь после этой новой мистической медитации давайте с новой колоной скажем известные всем слова Шма, Исаэль, Ха-шем, Локейл, Ха-шем, Эхад. И сделаем особенный акцент на этом слове Эхад, что как бы мы не были озвучлены, как бы мы не были отличны друг от друга, со своими традициями, взглядами, пониманиями, мы все одно. Мы все один народ, и только вместе мы можем реализовать свой потенциал, для которого мы пришли на друзья. Еще раз скажу несколько раз, Эхад, Эхад, Эхад. И в этом единственная наша сила, и это то, что в итоге влюбляет нас к нашему финальному избавлению. Теперь здесь ощущение того, что вы частичка чего-то очень большого, очень мощного, очень сильного, как будто бы все это как щит, который вас охраняет. Давайте постепенно принесем это чувство с собой в нашу повседневную жизнь. 1, 5, 4, 3, 2, и постепенно отправим вода. Я очень надеюсь, что это достаточно мощная медитация получила. Она у нас получилась, чтобы вы чувствуете себя вот это частичка чего-то большого. Мне будет очень интересно узнать ваши ощущения, потому что плохие ощущения, тяжелые ощущения, слезы иногда, которые возникают в нас, в момент медитации. Это все большие подарки. Это подарки, которые дают нам понимание, силы и вдохновение идти дальше. Хорошего дня.